Добрый день! В стену из газоблока всегда хочется что-то выкрутить, потому что у него все легко входит, но кроме того, что в газоблок все легко входит, выходит из него тоже легко. В этом заключается проблемка. Расскажу о видах дюбелей, которые я использовал и по опыту могу сказать, какие дюбеля и в каких случаях лучше использовать. Обычный дюбель для газобетона это не вариант такого типа. Бывает, конечно, он садится неплохо, но в 90% это изначальная фиаско. Если вы, конечно, не используете его для подвешивания, когда вес на вкручиваемый винт идет вниз, тогда да. В принципе, тогда в таком случае можно обычный длинный черный закрутить, какую-то 120-ку, и тогда точно по дереву черный, тогда точно оно его никуда не денет. В любых других случаях это не вариант. Самый первый дюбель для газобетона, который я попробовал, это так называемый крокодил. Он различных диаметров есть. Есть меленькие, большие. По-моему, это самый максимальный, вроде бы, который, по крайней мере, в магазине встречал. Вот, а у нас размер 60 на 12. Вот. Работает он тоже, в принципе, на 50%. Под него необходимо просверлить отверстие. Сверлон набрать на половину меньше. То есть, если тут диаметр 12, то сверло надо взять в шестерку. Если же просто забивать его, потому что есть меньше дюбеля, да, их можно, в принципе, забивать. То при забивании, соответственно, если он короче, то и металл у него идет тоньше. Он такой толстый. Но в любом из них, вот, видно, что вот это я его вбивал, пробовал вбить без сверления. Вот этой части, так как я в обычном пластиковом дюбеле, да, вы забиваете, он может согнуться наполовину. Это если без дюбеля. А этот, вот, без винта. А этот с винтом забивать, ну, никак нельзя. Вот, идет сминание этих, как их назвать, лепестков этих частей. Вот, и он также останавливается, потому что газобетон прессуется под его, когда он в него входит. Он входит, входит до поры до времени, потом прессуется и гнется, создает пробку, гнется. А если сверлить, то тоже такой момент, при, если вы вкручиваете винт и при пережатии где-то, вот, иногда же надо сильно прижать, то он начинает прокручиваться его, вот эти зубчики, вот, как сверло для газобетона. Они своими выступами, вот этими просверливают и как мясорубку, короче, перемалывают этот газобетон. И потом он опять входит, выходит легенько. Но даже если все получилось, все равно вкручивать, вкручивать в него винты, там, ну, два-три раза можно максимум. И при использовании часто он опять разбалтывается, потому что при вкручивании он расширяется. И винт на него тоже надо брать до 18-го. То есть 16-й можно, 14-й меньше или такой, как он есть, брать нельзя. Потому что его надо офигительно расширить. Ладно, дальше следующий, следующий дюбель я пробовал. Это дюбель для газа, газа, гипсокартона. ДРН, по-моему, называется, маркировка. Вот он из такого пластика, легенького. При вкручивании, если вы сверлиете, допустим, сделали небольшое отверстие, этот у нас диаметр, конечный диаметр. Берем последний виток резьбы, диаметр 12, а начальный диаметр 6. Под него можно просверлить где-то вторым, третьим сверлом начальное отверстие. Дальше он сам нарезает резьбу уже вазоблоки. Но бывает такое, что вкручивать его, если отверткой или битой, ставите биту. И при вкручивании, вот эта крестовина, эта для закручивания, от битой, нарушается. Она его съедает, внутренность полностью. И закрутить дальше нельзя. То есть он закрутился, например, вот по эту часть. И все. Дальше он уже стоит на месте, а здесь все высверлено уже. В комплекте с ним идет вот такой вот приспособа для вкручивания. Она сюда ставится и шел крутить. Вот ее я оставил вместо этой ручки. Снимается. Я оставил вместо биты. Вот. И на маленьких оборотах потихонечку, потихонечку вкручивал. Потому что руками это делать долго. Она, конечно, плоская, без зраней для зажима в патроне. Вот. И поэтому при зажиме, видите, вот так вот, она немножко гуляет. Ну, этот момент надо ловить, когда закручиваете. Немножко регулировать на вот такой скорости. Вот. Эти, в принципе, тоже тут пластик тонкий. Вот эти витки, они тоже быстро слизываются. Ну, по крайней мере, вместо крокодила этот дюбель лучше. Повторяю, этот гипсокартон для гипсокартона. Они DRM23. Вот этот дюбель. Но для газоблока он тоже неплох. И последний дюбель, который я пробовал и который мне вообще зашел. Это тоже для гипсокартона. Но он вот такой модификацией. Назвать я его не могу. Маркировка. Потому что я его покупал. Ну, он в россыпи у нас там продается. Я не интересовался особо. Брал и коробку. Но там маркировок никаких нет. Думаю, тоже, наверное, какой-то DRM. Вот, в нем пластик на порядок выше, чем в этом. Он тверже, прочнее. Вот, если им самим нарезать резьбу. Для этого тут еще, вот видите, он идет под конусом. Это по сравнению острие. Это окончание по сравнению с этим. Этим, ну, никуда не вкрутишься. Для этого надо изначальное отверстие. Здесь можно же вкручиваться. Тут пластик офигительный. Эти витки, они не слизываются. Вот. Какой тут моментик, который надо учесть. И тут идет окончательный... Сейчас поставлю биту. Поставлю биту. Если у нас винт идет... Сколько тут... Так, грубо... Без точности... 58... 58... То входит в этот дюбель. Видите, он без отверстия выходного. Вот здесь есть. То есть мы можем вкручивать и вкручивать. Главный диаметр, чтобы подошел. То есть здесь максимум. Вот. Все. Сколько у нас было? 58... То есть здесь остается... Сколько? Остается 33... То есть вкрутилось 25... 25 миллиметров. Если вам нужно длиннее... Или... Ну, точного нельзя особо подобрать. Под рукой, может быть... Нету того именно диаметра, который надо. И вот этого расстояния вам не хватает. То... Этот момент можно обойти вот так вот. Третью часть... 30-40% мы обрезаем. Вот. Остается вот такой вот дюбелек. И в него вы уже... Можно вкручивать... Винт... На всю длину. Но. Учитывать то, что... Брать такой дюбель там, где... Резьба идет до окончания уже дюбеля. Потому что потом он просто... Гуляет. Резьбы нету, он гуляет. Но. Отлично. Его можно использовать многократно. Потому что внутри этот пластик, пока вы его слижете, это пройдет достаточно много времени. Вот. В принципе... Для газобетона вот... Я использовал... Пробовал вот эти три вида. Ну, это как... Именно для газобетона. Это я же говорю, не включая вот эти обычные дюбеля. Такое себе. Можно. В случае... Ну, если... Если других нету. Если нету вот этого. Но вот этот дюбель... Это... Это класс. Значит, его форма изначально... У меня под рукой второго нету просто. Изначальная форма вот такая вот. Ищите, и вы будете довольны. По цене эти дорогие и не очень. Эти дешевые, но тоже не очень. Эти по сравнению с ДРН-ками, они на порядок дороже. Но примерно в одну цену с крокодилами металлическими. Всем спасибо. Крутите правильные дюбеля. Вам будет счастье. ПОДОРЖЕНИЕ, ПОДОРЖЕНИЕ, ПОДСТАВИЕ ПОДСТАВИЕ, ПОДСТАВИЕ, ПОДСТАВИЕ,season на большее. P DuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuffDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDragonHoodDUCKDuckingCtuckDurkDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDuckDLLкD� noteWдкD belkiD пънос Ohночで昏. ПОДСТАВИЕ, етòле, что, но поведIA.